Добрый день! В Питере опять дождь. И мы продолжаем говорить о гортензиях. У нас была программа, посвященная метельчатым и садовым гортензиям. А сегодня хотелось бы рассказать о хидранге арборесенс, то есть о древовидной. В отличие от метельчатой и садовой, с древовидной гортензией садоводы постсоветского пространства знакомы давно и очень хорошо. Почти на каждом дачном участке ей находили место среди цветников и грядок. И она неизменно радовала взгляд дачников своим бурным и продолжительным цветением. Украшала городские квартиры в зимний период. Потом интерес к ней немного поутих, и ее незаслуженно забыли почти на десятилетия. Сейчас справедливость восторжествовала. И древовидная гортензия, как метельчатая и садовая, вновь под пристальным вниманием у садоводов. Думаю, многие знают, но все же напомню, что древовидная гортензия, как и остальные виды, крайне влаголюбива. По этой же причине она получила свое название – хитрангия, то есть сосуд с водой. Древовидная гортензия солнцелюбива, но при этом может стать украшением любого полутенистого или тенистого участка. Цветет на побегах текущего года. Соцветие долго еще сохраняет свою форму, и многие садоводы, дизайнеры и флористы используют ее для украшения интерьера. Предпочитает кислые почвы и достаточно болезненно относится к челочной среде. В общем, является идеальным растением для северо-запада. Но, как и любое растение, имеются свои нюансы. Основной секрет агротехники древовидной гортензии заключен в правильной обрезке. Именно в этом и заключается секрет больших красивых соцветий. Но об этом в конце видео. А пока несколько слов о сортах. В отличие от метельчатой, у дрововидной гортензии сортов немного. Я сходу назову не более 5-6. Самый старый, но на мой взгляд до сих пор непревзойденный, это Аннабель. Сорта более 200 лет. Был выведен в 1746 году в Соединенных Штатах в деревне Анна. Видимо, название деревни послужило названием сорта. Кустарник достигает полутора метров в высоту и иногда до трех метров в диаметре. Соцветия шаровидные, цветки в соцветии почти все стерильные. Аннабель, как и все древовидные гортензии, сохраняют белую окраску цветов до конца. Они не меняют ее на розовый, в отличие от метельчатой гортензии. И нельзя изменить цвет соцветий, играя на кислотности почвы. Примечательна морозостойкость этого сорта. Он подходит как для третьей, так и до девятой зоны. Выдерживает морозы до минус 39. Но опять же, есть нюансы, и мы о них снова поговорим в конце видео. Еще один сорт, инкредибл, или стромк Аннабель. Занимает первое место по размерам соцветий. Они достигают 30 сантиметров. Именно в этом он превзошел Аннабель. Пользуясь языком современной молодежи, я бы сказала, что это апгрейженная Аннабель. У этого сорта есть еще одна отличительная черта. Это изменение соцветий. Сначала они лимонно-зеленые, затем белоснежные, и в конце снова зеленоватым оттенком. Сорт также абсолютно зимостой. Ну и долгожданные сорта древовидной гортензии. Эти сорта с розовыми цветками и соцветиями. Такие соцветия имеют и Аннабель, и Беллана. Однако эти сорта стали большим разочарованием для садоводов нашего региона. Нет, они не вымерзают. И действительно имеют розовую окраску, как и обещают питомники. Однако в нашем регионе розовый оттенок они имеют не больше недели. А иногда, если в момент распускания идут обильные дожди, то и не более 4 дней. Далее они становятся цветом мокрого картона. А если вы в эту неделю не были на участке, а если уехали в отпуск, то получается, что год ожидания был напрасен? Это не единственная сорта древовидной гортензии. Мы еще не раз вернемся к этой теме. И со временем постараемся рассказать о всех сортах и новинках. А пока, как и обещала, раскрою секрет обрезки гортензии и крупных соцветий. Несмотря на свое название, древовидная или арборесенс, и то, что где-то в Калифорнии этот кустарник достигает 3-5 метров, у нас в ее побеге не более 1,5 метров в высоту. И не всегда древесеневают. Даже если они не вымерзли, то соцветия на старых одревесеневших побегах более мелкие и с каждым годом мельчают. То же самое касается и листьев. Поэтому для ежегодного обильного и пышного цветения необходима ежегодная кардинальная обрезка. В отличие от метельчатой гортензии, которую лучше стричь весной, древовидную можно стричь как весной, так и осенью. Особой разницы нет. Единственное, что весеннюю обрезку имеет смысл провести до начала вегетации, то есть до распускания почек. Не надо бояться низкой стрижки. Итоговая высота зависит не от того, как высоко или низко вы ее подстрижете, а от возраста самого кустарника. Кардинальная стрижка наиболее оптимальна для этой гортензии. Я называю ее подкотовского. Куст обстригается почти под ноль. Вы оставляете только 2-3 пары почек. Это примерно 10-20 см от всего куста. Совсем выстригаются побеги старше 3-4 лет. Таким образом, куст все время омолаживается и держится в тонусе, а вы имеете большие соцветия. На этом все. Дождь, как и рассказ о нашей гортензии, почти подошел к концу. В следующий раз мы поговорим об удивительной гортензии, о гортензии черешковой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Оставайтесь с нами.